добрый день дорогие мои друзья наконец-то это нашла время чтобы доснять мои видео и хочу начать показ вот с такого прекрасного антикварного сервиза на 6 персон который состоит из такого вот роскошного чайника так молочник хочу сказать что эта компания шуман шуман это такая знаете компания достаточно известная и достаточно редкая она идет наравне с компанией мэйсон очень ройтер то есть изделие этой мануфактуры уже в хорошем состоянии встретить конечно уже очень сложно сахарница и 6 в таких чайных три чашечки легкие невесомые на просвет они просвечивает даже вот ну рисунок если посмотреть на солнце то вы можете даже увидеть свое отражение я имею ввиду то что там пальчики то будет с обратной стороны то есть он абсолютно тонкий и прозрачный чашечка просто невесомо но я хочу обратить внимание на рельеф на рисунок посмотрите какая тонкая и красивая работа и также на тарелочка вот на большой тарелочки получше видно рельеф на рисунок обратите внимание какая эта красота и очень радует конечно что сервис дошел практически целым том плане что же присутствует именно 6 чашек 6 блюдцев и 6 тарелочек которых называют пирожковым там вот такая красота теперь наверно начну с мелочи чтобы они мне так не мешались я нашла совершенно потрясающие карты карты эти винтажные сейчас я поставлю камеру что мне было удобно показывать секундочку первая колода это вот такие карты здесь стоит какая-то печать эрих ортель до вставы бомбер и посмотрите какие карты этот уз это 10 пике король и две колоды они с изображением такие эмористические там вот поросенок такая собачка тоже карты я так думаю что это тоже коллекционные выпущены не серийная так и сейчас наверное покажу естественно с мелочи потому что потом это мне либо я забуду их показать в этом видео либо не дойдут руки обратите внимание я никогда не знала что люди собирают пробки красивые пробки пробки крышечки на для бутылок посмотрите такая вот антикварное старинное стекло вылета вручную это я показывал вам сониксом совершенно новая пробка еще к сожалению нашла 2 хрустальных пробки пробки но про нет нет ни пробки на русская донора на крышечке для бутылок они полностью хрустальные но к сожалению куда-то вот это посеребрение ребят и вот такой роскошный синий бутон вот это я не помню показывал или нет но мне кажется что нет техника очень такая интересная как будто бы вот найти бисквитный фарфор и эти цветочки они вот эти листочки как будто бы прорисованы вот выделены еще и фарфором здесь вот стоит автограф мастера если видно вам и тарелочки тоже коллекционный их две штуки очень интересная техника я такую еще технику не встречала то есть вот на ощущение вроде бы это и краска и в то же самое время как будто бы рисунок выделен фарфором тот же самый дизайнер что и в первой тарелочке так затем нашла такого лебедя ну я понимал что это конечно не сваровский но горит он точно так же потрясающе совершенно чудесная вещь я стоила недорого по моему евро 55 5 или 6 евро отдала я не помню точно цены потому что когда ты гуляешь по фламарку фламарку я я ищу я смотрю я живу этим и а когда расплачиваешься и даже не думаешь потому сколько это стоило и честно я не я не запоминаю цен конечно это есть его большая цена да ты запомнишь а когда это там 5 10 ну 15 я не запоминаю покупок много всегда общение всегда это интересно не просто я хожу как и тупо смотрю нет мы я всегда контактирую с людьми разговариваем общаемся так далее вот такая совершенно потрясающая вещь и эта вещь сертифицирована она от дизайнера айнахут и написано что это ручная работа и что это кристалл что это сделано германией лет кристалл бля и кристалл все что я смогла прочитать но к сожалению я еще не заходил в интернет и не читала что это за дизайнер такая вот абсолютно но вещь новая сохранность великолепная такая вот красотка чайная 3 это я приобрела по моему за 8 евро вот в этом магазине который он говорила как фламарта он будет работать раз в месяц и мы будем туда ездить не очень понравилось там и вот такой вот совершенно потрясающий рисунок нежный красивый и вот так выглядят тарелочки следующие чайное трио это тоже это 60-е годы и это шуман кобальт тонкая работа очень такая на эти плосковатая чашечка тема даже здесь просвечивает рисунок изнутри очень тонкий фарфор так и чайная чайные двойки чайные двойки просто сумасшедшие посмотрите какой рисунок изумительно это миттер тэх это фактура работает до сих пор но эти чашечки до военные такие цвет слоновая кость вторая чашечка похоже но по моему это другая мануфактура да это две мануфактуры кучинройтер и наверное там где раскрашивали обычно делали как покупалась на одной мануфактуре закупались но изделия без рисунка а уже на другой мануфактуре их раскрашиваете стоит две печати просто потрясающе вот эта чашечка просто роскошно какая-то королевская тоже цвет слоновой кости на это и наверное не уже не успею показать вот эту вазочку нашел хуберт эта басочка испанская она сертификатом сертификат сейчас я вам покажу он лежит внутри такая книжечка и здесь написано что это 2224 каратное золото она такая маленькая думаю что где-то муж сантиметров 10-12 рисунок вот вот именно золото она выделена то есть вы его ощущаете рисунок я думаю что он вот даже на кант камера передает и вот здесь такая маленькая красивая штучка я думаю что это пепельница нет не пепельница простить какая-то розеточка не для пепельницы здесь нету для розетки мне кажется вот будет мешать цветочек не знаю но мне кажется что больше похоже на розеточку цветочка цветы 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 от простить цветы все целые абсолютно хорошая сохранность хотя вещь довольно таки старая она с номером ты маркировка но замечательная такая штучка так далее я шла вот эту вас я так понимаю что это оникс оникс она тяжелая очень сохранность тоже хорошие вручную все этот рисунок я не знаю как наверно правильно сказать выбит да на камни выбивают рисунок такая красотка вот такая вот ваза это двойное стекло очень тяжелая большая совершенно с потрясающим рисунком и ребята я приобрела просто сумасшедшую вещь это винтажные по моему 70-е годы шерстяной ковер ручной работы и когда он очень большой наверное два с половиной на три чем-то и когда я посмотрела этикетку и о боже это был написано что это самарканд я знала что эти ковры шли только на экспорт потом по моему запрещали в 90-х годах вывоз этих ковров но вот такой ковер я приобрела обнаружила и несказанно счастливы когда я его почищу от пыли он немножко припыленный я его обязательно сниму и покажу вещь уникальные красивые так что еще место нету но давайте наверное начну вот с такого тюрина для второго блюда совершенно потрясающая сохранность сколов нет потертости и посмотрите печать печать это ставилась с 1920 по по моему 39 год если я не ошибаюсь компания худчинройтер и у меня есть похожие похожий рисунок но не совсем такой я до этого показываю видео есть сахарница молочник и вот такие вот по моему два или три чайных трио ведь рисунок похоже только здесь еще есть рельефный рисунок и печать абсолютно такая же соответствует годам совершенно так приятная воздушная ну худчинройтер видите пальчики даже просвечивают худчинройтер это именитой компании и все ее изделия конечно стоит прилично но здесь в германии показывают передачи антикварные вещи как люди приходят в лавку такая как на телевидении у них оценивают и потом они продают там группе антикваров сидят антиквар и кто больше предлагает и я пересмотрела очень много таких программ здесь для меня это очень интересно и хуберт очень даже уже нравится у меня сегодня вчера показывал посмотри какая ваза изготавливала компания худчинройтер специально по заказу шейха и всего был выпало выпущено 500 штук и за эту вазу им давали 6000 евро но они сказали раз настолько дорого стоит а такая цена мы не будем ее продавать потрясающе совершенно золото не 20 покрыта она была не 24 дни 24 каратным золотом а как же они назвали вот нет сейчас собру потом буду уникально просто ручки были сделаны такие львы совершенно уникальная вещь и вот представляете я была потрясена что именно по заказу шейха была сделана именно компания хунтиройтер он выбрал именно эту же мануфактуру и вот такая дорогая вещь так вот теперь у меня на очереди сервиз он не полный он состоит из такой прекрасной супницы посмотрите какой шикарный рисунок тоже тусклое золото рельефный рисунок супница наверно на литра два шесть таких больших тарелок по они по 24 сантиметра это то что входит вот состав этого оставшегося сервиза 6 у таких больших тарелок и глубоких блюдо кстати вот эту вещь я покупала еще два года назад когда приезжала к родственникам и складывала все покупала потихоньку и складывала все это у них в келлере келлер это подвал по-русски ну и в конце такая красотка это знаменитый мозер завод мозер которую выпускает совершенно уникальные вещи это уже сейчас вещь не производится это александритовое стекло у меня была такая ваза и она нашла свою хозяйку она была только немножко более фиолетового оттенка но как это стекло играет и меняет цвет просто не передать и однажды я тоже смотрела передач когда только начала увлекаться у нас россия часто показывает когда в америке выкупают гаражи и находки потом оценивают и я посмотрела что когда они нашли такую же вазу то там было еще какие-то два ваза и конфетницы поменьше вазочка и когда мне сказали сколько это было стоило в америке то есть вы можете выручить за нее 800 евро там отец сыном и что оказывается в это стекло добавлялась натурально натуральная может быть там не знаю не крошка и порошок из чего-то измельченной натуральной камень александриты поэтому она вот может быть не так цвет ну по крайней мере я так услышала и поэтому я вам так передаю вещь я конечно очень рада что мне попалась еще раз очень тяжелая наверное килограмма знаете not 5 точно весит вот этого 1 ваза она сантиметров наверное может быть 30 уникальная совершенно вещь посмотрите какая роскошь все друзья на этом я заканчиваю свое видео осталось мне еще одно одолеть видео там будут игрушки новогодние и куклы кукол очень много на сделаю видео фото все выставлю пока всех люблю всем мира и добра пока пока